Яркие цветы, кустарники и деревья. Этот двор буквально утопает в зелени. Жители 11-го дома по улице Маршала Геловани явно претендуют на победу в номинации «Самый цветущий двор». Всю прилегающую территорию люди старательно содержат в чистоте. Жители участвуют в конкурсе уже второй год и точно знают, куда направят выигранные средства в случае победы. Большущая площадка. Мы в этой площадке хотим видеть, разделить ее пополам. В этой части, которая ближе к дороге, мы хотим поставить тренажеры для всех, и для детей, и для взрослых, чтобы они могли тренироваться. На другой стороне мы можем сделать для подростков детей горочки, современные детские оборудования, которые сейчас ставятся в других площадках. И, конечно же, если место останется, мы хотим сделать для детей мини-футбол-волейбол. В конкурсе участвуют и новостройки. Двор домов номер 179, 181 и 183 по улице Хрусталева большой, с множеством детских площадок. Здесь всегда много ребятни, все дружат с семьями. Местные жители с энтузиазмом решили побороться за звание самого дружного двора. Для нас дружить – большое счастье и не сдаваться никогда. Дружба нам всего дороже. Вместе мы все сделать сможем. Площадки во дворе жители постоянно совершенствуют своими руками. Установили навесы, разнообразили инвентарь на детских площадках, обустроили баскетбольную. К работе с удовольствием подключаются и дети. Я с другом, мы красили лавочку у нашего подъезда. Мы красили лавочку здесь во дворе, калитку детскую, забор. Я тоже красила забор, красила брусья, вертолетик и тоже лавочки. Мы убирали во дворе. Приятно жить в таком дворе, когда чисто, убрано и когда это сделано своими силами и своими руками. Вот это вообще приятно, когда вот все сами сделали, все сами украсили своими личными силами. Местные жители много сил вложили в благоустройство своего двора. Но по выходным вся территория превращается в оживленную трассу для грузовиков, которые едут на рынок. Мы просим первое, это нам нужно загородить площадку детскую и зону отдыха. Вот это нам первое, что нужно. И по возможности, конечно, навес, пару качель и что-нибудь для спортивных, может быть, занятий для деток. И желательно одно из четырех площадок, а небольшое покрытие. В конкурсе участвуют 147 севастопольских дворов. На данный момент комиссия осмотрела почти 70. Специалисты тщательно собирают данные. Дворы оцениваются по 10 основным критериям и ряду дополнительных. Каждая мелочь может сыграть определяющую роль в выборе победителя. Фасады дома и наличие цветников, и взаимодействие с администрацией муниципального образования. Также относится эргономика всего пространства. К дополнительным относится наличие на территории территориального общественного самоуправления, софинансирование граждан. Все будем смотреть, оценивать, смотреть, как жители это делают, как обустраивают свой двор, для того, чтобы представить это все конкурсной комиссией. При этом у нас жители уже заранее знают, на что они хотят потратить, потому что они дают проект. Они в этом проекте пишут, что они хотят. Хотят ли они урны, скамейки, хотят ли они просто асфальт или хотят посадить побольше зелени. 50 дворов счастливчиков станут известны в августе. Между ними будет распределена сумма, выделенная в 2019 году на благоустройство в рамках программы «Самый дружный двор». Это 75 миллионов рублей. Победители получат от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей на то, чтобы сделать свой двор еще лучше. Михаил Журавский, Юрий Риутин, Севенформбюро.